Здарова! Хорошо, что ж, мы продолжаем. Очередной раз, уже 10-й, мы продолжаем проходить ЗИФ. Окей, и у нас, по всей видимости, сегодня, если мы сделаем все максимально быстро, будет последний стрим. Мы посмотрим сегодня финал, по крайней мере, постараемся это сделать. Хотелось бы уже сегодня... Это что такое? Закончить бы хотелось... Интересно. У меня в шкафу подарок. Хорошо, в шкафу подарок. Я посмотрел... Ачевменты для данной игры. Я всегда смотрю ачивки, очень часто для игр. Ну, стараюсь, конечно, и спойлерить себе. Ну, вы знаете, что спойлерные ачивки всегда закрыты. Я, в общем, частенько, если... Ну, конечно же, если игра очень классная, крутая, то, конечно же, нахрен на ачивки вообще смотреть. В принципе, стараешься сначала пройти игру, а потом уже посмотреть, что да как. Но зачастую, как вот, с зифом, зиф недостаточно очень... Недостаточно офигенен, можно так сказать, да. Но игра на самом деле хорошая, но... Для 100 рублей хорошая. И поэтому я посмотрел, что да как вообще, есть ли смысл... Что-то пыжиться, выбивать платину. Ну, вообще можно выбить на самом деле платину. Но кому это надо, да? Для этого надо будет игру пройти на харде, без убийств, без оглушения. Вот. То есть... Ну, то есть не стрелять, не оглушать и еще не использовать концентрацию. В принципе, возможно, но предварительно надо будет зачистить тут весь город. Понаходить все сокровища, украсть, насколько я понял, из первых нескольких глав все, что можно. То есть 100%. Я на данное время... Мы на данное время ни разу 100% не крали их, как бы мы ни старались. У нас не получалось это сделать. Так, я так и не понимаю, как вот нахрен в это здание вообще попасть. И поэтому... Выбивать чевменты, то есть выбивать платину мы тут не будем. Так, кошка опять залезла у меня на системник. Я теперь это запрещаю, потому что прошлый стрим... Ну, точнее, на позапрошлом стриме, когда я закончил, я не успел выключить компьютер, потому что его выключила кошка у меня. Хорошо, что я вырубил стрим. Давай-ка вон туда. Сколько тупых ублюдков я порешил из этой штук войны. Бумажки покоцало. Что ты? Ложись. Обижается. Давайте я нахрен провод отцеплю. Надеюсь, это не мрак. Тут геймпад постоянно садится, но это все знают. И это напрягает. Конечно, на PlayStation 3 геймпады... Ну, точнее, батарея на геймпаде была значительно лучше. Я, кстати, не знаю, никто не задумывался. Ну, может быть, тут уже есть какие-то варианты по поводу покупки более емкостного аккумулятора. А почему ты не залазишь? Алло. Ну, вот смотрите. Это белая хрень. Она символизирует о том, что здесь можно залезть. Но Гара тут не залазит. Он не залазит. Он не лезет, потому что не работает, блядь. И что мы теперь делать? Срать, блядь, а? Ты грам, блин, а? А, так мне вообще вниз. Куда-то. Я как-то не заметил, что нам вниз надо было... А почему я завел этот разговор о... А тем, посмотрел ачивку одну, в которой необходимо стрелой разбить бутылку в полете. И я думаю, сегодня мы попробуем это сделать. Опять он тихо говорит. Клинок аптекаря. Все еще пахнет черноземом или засохшей кровью. Окей. Это готово. Снова древняя ритва. Выжимай зверобой к костоловым освещай, чтобы... Раньше мы просто бросали магнику на могилу стражника. Еще одна книжка. Древние не обманули, мертвые могут отгонять мрак. Я поставил две дюжины свечей и уже чувствую, как голоса умолкать. Надо торопиться, мне нужно больше компонентов. Хорошо, что в канавах сейчас так много крови. Я в основном стараюсь платье выбивать в играх, которые мне интересны. Но иногда бывает такое, что игра не так, чтобы прям классная. Но все равно появляется желание какое-то, не знаю, вот именно добить ее. Особенно, когда ты видишь, что осталось совсем чуть-чуть перепройти, еще раз пробежать. Допустим, можно было бы зифрой перепробежать, она не сильно долгая. Но я не хочу заморачиваться со сбором всего и вся. Так. Вообще-то у нас... А, ну давайте сюда сбегаем, кстати. Это охранник, не? Не охранник. Ну, я на всякий случай, наверное, оставлю сейф. И я, кстати, не знаю, после прохождения игры есть ли возможность... Продолжайте. То есть, от Open World открывается ли как бы... Ну, late game, типа... Для сбора всего и выполнения, допустим, дополнительных миссий. Без понятия, кстати. Поэтому, наверное, надо будет сделать сейф на всякий пожарный. Можешь меня когда-нибудь... Петух в жопу кусит. И я решу такой, давай добьем уже этот сраный изиф. Так, он лежит на... Ага. Он не лежит на ловушке, там какая-то картина с ловушкой. Дневник щипача. Я не хотел воровать, но что мне оставалось? Кругом сумасшедшие, умирающие или уже мертвые. Выполнил еще одну роботенку для этого баса. Пропил все в бурике. Ну и готово же я. Ну и... Говнолов же я. Нашел чернолобого... Да? Тот как раз заходил предсмертным... С предсмертным кашлем. Он пытался мне что-то сказать, пока я шарил по его карманам. Я бы все равно ничему ему не помог. Теперь я... Теперь сам кашляю. Все это от холодного воздуха. Я надеюсь, попробую грабануть магазин у хромых воров. Мой отец часто водил меня туда. Я не вспоминал о нем с тех пор, как мы закинули его на телегу. Ну и зачем мы орем? Кошка опять с ума сходит? Пошла мяука. Не знаю, зачем она пошла это делать. Без понятия. Хочет орет. Не знаю, что он орет. Что-то я не могу снять и бутылку тут. Мне нужна бутылка на самом деле, чтобы ее сбить. Что-то я не вижу ни одной бутылки. Так что давайте, наверное, сбегать сначала вот сюда. А потом на обратке захватим вот это вот место. Это что-то сюжетное. Ну, не сюжетное. Такой. Ну, это торговец. Полусюжетное. Полусюжетное, так же, да? Опять это тут свечка? А вот непонятно, нахрена она тут находится? А это куда? Интересно. Интересно. Куда мы тут попадаем? Интересно. Знаете, вроде бы знакомое место. Я знаю это место. Нифига себе. Да, я знаю это место. Забавно. Хорошо. У нас есть проход, быстрый проход к... Как оно там? Элдэдж. Элджей. Элрой какой-то там. Ну, вы поняли. Выстрекли к нему проход. По крышам вот здесь. Хорошо. Так, есть бутылка. Отлично. Ну, что ж, попробуем. Так. Выбираем бутылку. Делаем сейф на всякий пожарный. Потому что я не уверен, что мы... Вообще-то, по идее, у меня есть замедление времени. Это вообще Unreal попасть, что ли? Я думал, это будет очень просто. Как в Ларри Крофт. Когда во второй части вроде бы, да? Нет? У меня вообще-то стоит замедление времени, как бы. Давайте посмотрим. Скорость. Значительно ускоряет ваши действия во время стребы. Бои взламывают замки. Еще сильнее замедляет весь мир вокруг вас. Замедляет весь мир вокруг вас. То есть, я должен сначала кинуть и, типа... Мне кажется, можно на самом деле. Мне кажется, это можно сделать. Потому что сейчас я почти попал. Мне так кажется. Я думаю, прям замедлится время. Вообще замедлится. Но оно не замедляется. Я понимаю, надо стрелять быстрее. Надо намного ниже. Она как раз долетит и попаду стрелой. Я стреляю немножко поздновато, да? Поздно стреляю. Почему время не замедляется? Да еб-те за ногу. Да еб-те за ногу. Ну, можно прям вообще сразу же стрельнуть. Мне кажется, что бутылка как-то по какому-то радиусу идет. Хотя, по идее, я ее должен кидать над собой. И, соответственно, стрелять. Не отводя никуда лук. Но мне кажется, она уходит куда-то в бок. А мы время прицеливания интересно прокачивали, нет? Вроде бы не докачали мы его до конца, да? Может пройти время прицеливания качнуть? Давайте, ладно, еще пять попыток. Если нет, то мы заканчиваем с этим. Первое. Второе. Ну, это было близко, мне кажется. А в какой момент должна... Время замедлиться. В какой момент это должно сработать? Давайте, последняя попытка. Может быть, можно действительно кинуть на какой-нибудь, типа, в пропы, чтобы она дольше летела вниз, и у меня было время на нее нацелиться. Ну, не знаю, мне кажется, над головой это более реалистичный вариант. Ну, я хрен за тебя мажу. Ладно, забиваем. Труба чистая, чистая, чистая. Нет, забиваем просто на торчевку пофигу. Нельзя на компьютер залазить, знаешь ты мне. И направляемся вон туда. Странно, я думал, намного это легче делается, но это, походу, делается не так уж и просто. Странно. 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 Что за свечки эти сверху? Продолжение следует... То есть у любой нищей можете позволить тайное место. Ну, потайную комнату. Отдохни. Что это такое? А, это сундук. Город полон надежды, сестра. Вера должна быть крепкой. Грядет новая эпоха для всех нас. Крысы повсюду. Рассвет направит твой гнев, неверный. Я выслежу тебя и отомчу за него. Грядет новая эпоха для всех нас. Понятно. Как это так? Грядет новая эпоха для всех нас. Продолжение следует... 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 Я думаю, что это страшный Так, ну что ж, разбитое сердце, украй сердце у часовщика, если я не ошибаюсь Интересно, никого нету, походу Хватит игнорировать мои письма, я знаю, что ты заперся в своем доме Я знаю, что у тебя есть сердце металлического человека И я знаю, что механик пичкает тебя ложью Ты выше этого, часовщик Мы все еще можем собрать металлического человека вместе Ответь скорее, или я отберу сердце силы, не сомневайся, Эктор Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Символ шаблоны, они в подвале вырезаны на древних камнях реликвии ушедшей эпохи Кто их оставил? Что они значат? Это предупреждение, указание Я должен их расшифровать, привести порядок в хаос А не центральный элемент этой великой головоломки Все вазы поразбиваем Но иногда бывает в вазах что-нибудь лежит Иногда ничего не лежит Чаще ничего не лежит Мои глаза видят стену Передо мной мой разум достраивает картину Комнату вокруг меня, пол у меня под ногами Придает форму теням Реальность это уютное материнское чрево или гроб Наш разум предает нас Джаспер Вокруг нас Не исследованное пространство Везде я должен тренировать Везде Я должен тренировать и разум Чтобы видеть их символы Могут быть ключом Какая-то загадка короче Я никого не вижу вообще Стены с сюрпризом Кто-то не любит гостей Интересно Несколько лет назад произошел знаменитый эксперимент Воклида Десять подопытных с нарушением пространственного восприятия Были заперты в приюте Мойры В темных камерах нестандартная форма Эксперты наблюдали три недели Чтобы оценить их восприятие пространства На второй день один подопытный сбежал Его нашли в бессознательном состоянии В переулке позади приюта На вопрос как он выбрался из своей камеры Подопытный сказал Остальной трактат был вырван из генники Интересно Остальной трактат был вырван из генники Пришли новые материалы Спасибо механику Сперва они казались разобщенными Но при ближайшем рассмотрении Мои теории стали подтверждаться Надо снова браться за работу Ремонт в подвале почти завершен И я нашел еще несколько древних символов Мне пришелся мир с движущимися стенами Смешавшимися и искрившимися вокруг меня Сперва мне казалось Что они двигаются в такт Биению моего сердца Сердце почему-то через пропел Но потом я понял Что ими управляет вечное движение города Я пытаюсь повторить этот опыт Я почти там Um... я хочу на второй этаж сходить еще можно как-то это совершить а так я походу не смогу попасть обратно а может смогу попасть наверх моя работа продвигается я то полагаю что работать на устройство механических людей как тривиально как близ рука проект маятник исследования пространства и времени они связны надо только понять как я вдруг понял что работаю уже 30 часов к ряду пропустил встречу с механиком ладно механика механические люди больше не важны трактата теории времени тоже энштейн этот часовщик был энштейном посмотрите на наш город это здесь была не тронутая земля теперь это бурлящий котел человечества мы видим как растет город но события за другим в линейном последовательности но наше восприятие не точно отражает реальность город это все сразу действенные сельские местности переполненные улицы и безжизненные руины все моменты времени существует одновременно друг с другом это наша задача сломать модели человеческого сознания только тогда мы сможем по-настоящему понять смысл времени остальные часть трактата выходит больше времени чем я рассчитывал что здесь все такое замечательное вот здесь это вот 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 Че блин, ну началось, че за звук-то интересный, странный такой. Нет? 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 блять еще такое управление уйти поехали в подвал съездим не хочется загадку решать а подвала-то и нету ладно сначала это закрываем все и и и Продолжение следует... 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 я уже подумал что флешка не работает все нормально хорошо и приступаем финальной миссии получается сейчас посмотрим кстати если английская озвучка точно и об этом совсем забыл так вот 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 Так Нет, нельзя Жопа какая Нельзя выбрать Английскую локализацию Прикиньте, да? То есть Понятно Хорошо То есть баг С С громкостью голоса Его никак не пофиксить И я так понимаю Разработчики Забили сразу же, наверное, на игру Сейчас даже не стоит ожидать какого-то патча Тем более, это локализация российская И, скорее всего, виноваты именно локализаторы А не разработчики Надо убедиться, что у меня все готово Назад дороги уже не будет Ага, вот он и говорит Хорошо У меня все готово В принципе Все готово Сейф я скинул Может быть, действительно После того, как я пройду первые три части Меня Обуздает Какой-нибудь порыв Возникнет желание Перепройти Снова Последний зиф Может Такое случится А сейф у меня есть Я просто запущу И повару И все Это последний собор города Разрушенный дом старых богов Если бы камни могли говорить Они бы говорили загадками Как королева попрошает А че, нам воровать сети нечего уже Можно ничего не воровать Потому что мы ничего потратить не сможем Что случилось с этим местом? Воровать ничего не надо Нам ничего не надо Обнадежные собрались Орион готов Пора закрыть собор Ну Сколько наше Прошли Так, а как я сюда пройду? Странное какое-то место До свидания Да, тут стрела Отлично Что происходит? Блин Блин Мудака Так, я думаю Надо проходить Вот здесь Ну да Ну да Здесь просто тупик, да? Окей Я думал тут проход А тут просто тупик А тут просто тупик Я хочу понять Как нам туда залезть Наверх Что я почему-то способов Вообще не вижу Спать 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 Что ты Что ты Скажи Сходи Видимо Видимо Ложная тревога Ну Сюда не выбраться, да? Я заболел Я заболел Точно знаю Так 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 А тут прикол, конечно Ладно, здесь никого нет А как не ешь забраться? На улицах небезопасно Ага хорошо вроде бы нашли проход вовнутрь да нашли можно было как-то по-другому смотрите это сделать а может быть и нет а кстати если останется время мы посмотрим разбор сюжета этой игры чтобы понять вообще что да как я опоздал на последнюю экскурсию отлично не люблю толпу я сам найду дорогу вниз тут что-то не так тихо вроде видел кого-то вроде не видел вас оттвоится прекрасно если он не дурак то уже научился бояться озаренных юбки блять за ногу грыжа тупая это правильно лифт для припасов на нем можно спуститься скрылся в тени сейчас расплаты неверны надо посмотреть здесь первый раз давайте прячемся от врага в шкафу давай успокаивайся найди его брат я готов да да так оно и было у меня есть вера а у него ничего так так Текстурки мыльные такие Где-то вот более четкие Где-то вот совсем мыльные Так, давайте успокаивайся Что? Что? Не хочу опять ждать Три часа Давайте быстренько дернем за рычаг И уже Определимся, что там делать надо Потому что эти лампы не гастут Что-то там происходит? Что-то непонятно, что Что-то непонятно, что Где же он? Это что за лифт? И нахера я сюда залез Ради тех баночек, которые мне нахрен не нужны Он не запрыгивает Отлично вообще Сегодня холодно Может сегодня получится поспать? Может быть Я глянул в баланду И она посмотрела на меня в ответ Это конечно хреново Но бывает и такое На самом деле Вот вы мне горячего кофе Нам кто-то идет? Привет Откуда ты появился тут? Интересно Ты за это дорого заплатишь Я тебя найду, неверный Не сомневайся Да пофигу уже И что мы запускаем? А, типа грузовой лифт Окей Ну поехали на нем До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Ну глубоко, да? Каждый новый город строится на костях старого Если бы эти камни могли говорить Что бы они рассказали? Странно, какой-то звук пропал и опять появился, да? Ого Я видел, как вы респаунились А что я не понимаю Такое ощущение, что Разработчиков торопили К выходу данной игры Поэтому они ее не до конца доделали Такое ощущение складывается Потому что запал Какое-то было приложение Для мобильного телефона Которое уже отключено Какие-то рейтинги были Процессии озаренных движутся не спеша Есть время, чтобы вскарабкаться обратно Хоть первый раз за игру Так спускаемся Горячий кофе На самом деле Зря, наверное, добавили этот элемент Что мы видим ловушки Было бы, наверное, интереснее Если бы мы их не видели вообще И надо было прокачать Типа, видите Чувство ловушек Можно было бы Добавить, кстати, в прокачку Было бы это логично, мне кажется Так Письмецо Кладовая Я поставил Я поставил замок На дверь Кладовой Сестра Наши ряды Ширица И мы должны беречь ресурсы Находящиеся в распоряжении Озаренных Я верю, что ты будешь Открывать комнату Лишь для тех Кто это заслужил Слава Ориону Зараза Это был лифт Там какой-то вентиль Там какой-то вентиль был Хорошо Просто не оказалось пола Под ногами Бывает Можно, видимо, это сделать так По-быстренькому Сейчас Так и сделаем Блин Надо добавить Было Кнопку Прыжка Или хотя бы Два раза Тапнуть На этот бег И Гаррет бы Прыгал Потому, что Это Тупо Ты не контролируешь Героя А, это Ради Какие-то Безделушек Ради Ради Того Браслета То есть Я Херни Страдал Да? Понятно При том, что Прокачки Больше не будет По игре Мне предлагают Что-нибудь Еще Поворовать Что-нибудь Это был я Что-то должно произойти Я знаю Я чувствую это Плохие времена Каждую ночь один и тот же кошмар Что к тебе подкрадывается в тени Так, мне надо наверх На эту Прецессию Процессию В командный пункт Пробраться Каким-то образом Дай ему куда-то Ой, тебя что убивают эти что ли Пацанчики Тебе помочь? Нет, я опоздал О, наша любимая балка Которая всегда тут лежит Все как в приюте Их изменила Прималь Их изменила Эрин Надо срочно остановить Ориона Ну давай Ты бежать-то будешь? Нет Так, что с ними сделать? Надо их убить Задолбали эти Виндиго Их изменила Прималь Все как в приюте Их изменила Прималь Их изменила Эрин Надо срочно остановить Ориона Орион Субтитры сделал DimaTorzok 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 так есть какой-то проход смотрите может что-то заметишь кто это сделал блять там это птица гребаная чувак четко уснул пойти посмотри а а а а Орион! Он есть сам, Орион! Он спасёт тебя силой своей веры. Я пойду, как он поднёс мне чашу своего садов. Когда была неправа к вас, не укрепляя его. Вставайся! Давай, скорей! Вставай, скорей! Понимаешь, никто не покажется с украл. Иди в среба, иди на права. Баба! Надеюсь, ты готов, друг. Я найду тебя. Пацаны, которые стоят рядом, их почти не слышно. А пацанов, которые там где-то лазят, их прям отлично слышно. Так или иначе, я тебя достану! Не доверяйте ям вас! Чёртова зубы Ромка! Чёртова зубы Ромка! Чёртова зубы Ромка! Что? Видел? Вижу его! Ха! да ёбы и он так близко как залезть он отсюда не лезет прикол надо как-то там по-другому лезть поверху интересно полцарства закор ты-то куда пополз отлично слава богу план простой проникнуть внутрь и импровизировать просто до безобразия господи два часа уже я думал быстрее пройду а на хрена мне эти золотишки а ваши я думал к нам стрелы сегодня мы наконец показали барону нордкресту что люди кровь и плоть города и что с нами надо считаться вашим муком и страхом скоро придет конец друзья настал новый день сила что я дарю вам сегодня отвадит от вас любую болезнь когда каждый будет помазан мы отправимся с этим даром на далекие берега а и а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты не помогаешь людям, а обрекаешь их на смерть Поначалу им хорошо, но поверь, их тела не выдержат силу примали Нет Этот фрукт мой Крысиный король Опять по карманам шаришь? Давно я тебя повесить мечтаю, мастер-лорд Но мне питание нужно Вот этими руками я с радостью выдавлю из тебя всю душу Да уж, пора Можно преподать генералу урок Или лучше оставить его в покое Он ваншотит, давайте его убьем Я его хочу убить, он мне бесит Можно преподать генералу урок Или лучше оставить его в покое Че происходит? Он меня вообще видел, нет? Можно преподать генералу урок Или лучше оставить его в покое Или лучше оставить его в покое Как правило, я не убиваю людей, если этого можно избежать Да ладно Я не убиваю, если этого можно избежать О, кстати, тут много стрел было Даже хилка есть Субтитры делал Dimae Я тебя привыкла ЧтобыOME а как можно было по стелсу интересно пройти я не могу понять здесь здесь в принципе темно по этим закоулку типа отвлечь его бутылкой потом пытаться открыть дверь интересно можно было его вырубить просто спины но замок бы допустим этот я бы не успел бы открыть ценных трофеев один из четырех ну ладно они прошли здесь пока я разбирался с генералом я чувствую морской воздух выход где-то рядом и я тут не один чё делать далеко ли ты идешь братишка у нас я бахнула Так, он идет сюда, но мы сейчас сделаем их просто. Продолжение следует... Гасни, гасни. Да ебте за ногу. Ну давайте скроем, не знаю. Ты вот мудак, а. Так, ну я не буду ждать. Он, блядь, сейчас в часа будет туда идти. Он продолжает идти. Я же прицелил, блядь, в голову. Душный виндига. Блядь, нахрен мне вообще в этой игре нужны, блядь. Почему он не пошел на звук? Спускайся. Вот на него, посмотрите на эту пельну. Шлепа, блядь. 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 Ты... Чё ж я такой... Молодец. Ах... Блядь. Давай, надо собраться, блядь. Собраться и пройти эту игру уже. А почему отсюда? Я же сохранился там, нет? Разве они это... Так, подожди. Ну как я остался, все прыгаю, вообще не понятно. Что? Блядь. Тихо. Тихо. Блядь. Так, увлечу. Уех. 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 Продолжение следует... Ну подойди, пожалуйста. Пошел куда-то непонятно куда поперся. Заново взламывать? Отлично. Давайте просто... Иди сюда. Алло. Кто ушел? Да, я могу стрелять из лука. Ты не слышишь? Ты глухой? Продолжение следует... так бы сразу давай тухни ну еще рано еще рано рано теперь то можно прикол все вторая бабочка, их всего шесть в игре ну и корабль, озаренные не скучали еще один идеал Ориона, который пойдет ко дну ну и корабль, озаренные не скучали ой-ой-ой-ой, не опять надо что-то делать? я думал на самом деле уже финал да тут еще локация целая вообще где-то было в подсказке написано что нажмите на нолик, зажмите его и тогда гаретт будет быстро спускаться поэтому я нажал на нолик, может он сейчас просто съедет по этой трубе, это же логично, но оказалось что нет спина-то как ловит вот так, как залезть по-быдому что-то шевелится зря отвлекся тьма никогда не спит и я не буду зря на самом деле на хрена сюда заходил двери заперты а мы остались тут внутри с тем, от кого убегал Орион наш спаситель бросил нас что происходит пойди проверь, а? ты сомневаешься в Орионе? он дал нам все что обещал там кто-то ходит блин так, я не помню просто, где я вообще оказался оказался внизу запутался немного в расположении запутался немного а мы остались тут внутри с тем, от кого убегал Орион наш спаситель бросил нас а тут и есть пароход наверное все уже на корабле и они забрали сходни ладно, на корабль можно попасть и без них привет ты мне хочешь что-нибудь продать? взгляни на товары давай канатный возьмем огненный, взрывной зазубренный давайте еще огненный возьмем натик пожарный водяная не надо наслаждайся спасибо вормит тут нарисовался так как-то можно здесь пролезть смотрите-ка чтобы обойти стражников этих и на кораблях и на кораблях блин очи да пути нужно м п г п п п комп поп Да ёб тебе за ногу, ну. Знаешь, она открылась сама. Да, она сама открылась. Хер ли ты тут стоишь? Я сегодня же докажу свою верность. Можешь ещё куда-нибудь пройтись. Смотрите, он не хочет никуда идти. Жрать хочу. Смотрите, всё... отлично никто не услышал блин это вниз а мне вниз не надо ну наверх как-то может надо через низ это сделать все ярче и ярче хорошо хорошо куда он делся где ты че где ты прячешься я тут тебя не уйти я снова нашел его я выслежу тебя да нет на самом деле нет не заплачу можно было бы на него спрыгнуть сверху было бы конечно классно что ты там прячешься кстати картина что тут у нас еще одна осталась мы походу в этом пропустили в замке барона когда бродили где-то там она была я так думаю ну что ж я пришел я пришел сюда не убивать почему ты продолжаешь поиски карет ты хочешь сам завладеть примали плевать на энергию мне нужна девушка верни его мне и я помажу тебя чтобы ты ощутил его сам чувство лишь превративших чудовищ ты знаешь меня предал мой кровный брат он сапер лишил меня жизни также как наш отец мой брат не достоин этой власти теперь люди идут со мной у меня есть а ты я думала что могу тебе доверять но даже ты мечтаешь отнять мою силу нет эрин у меня иная причина эта сила убивает тебя теперь ты заботишься обо мне я заботился всегда я не верю тебе не верю я далеко зашел по твоему следу если я не вытащу из тебя прямо все пропало странно как то что это реальность или прямо я без понятия не знаю как туда выползти реальность это или прималь это очень странно мне кита зачем вот эти 10 штуки кущей знаете что здесь босс battle должен был быть тут ни хрена нету и и и Нет. Нет. Говорят, я такая плохая. Я осквернила прямой. Ладно, сейчас их превратит, блядь. Когда тебя придают, это больно, да? Это больно, это больно, блядь, блядь. Это больно, блядь, блядь. Это больно, блядь, блядь. Это больно, блядь, блядь. Подойдите, я расскажу тебе кое-что напоследок. Блядь. 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 Попробуем. Блядь. Я тебя найду. Думаешь, твой камушек тебя спасет? Вообще, да. Да возьми мёзык. Где они, камушки эти? Хватит прятаться. Я вижу вон там камушек наверху. Как наверх пробраться, я чё-то не знаю. Один вон там, а как его там забрать, я чё-то не знаю. Выходи, драться. Чё теперь? Я собрал. Как спуститься? Как спуститься, блядь? Почему ты идёшь пешком? Почему ты не можешь спрыгнуть? Он просто идёт пешком. Он даже не бежит. Там книга есть, в книгу вставь. С меня хватит. Делай, что должен. Ломай шею. Гаррет! Гаррет, я падаю! Не двигайся! Гогать! Дай мне гогать! Гаррет! 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 КОНЕЦ 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 Чё? Типа всё? А чё с девкой? Она умерла? Нет? Чё с этой прямой? Так Копей? Капец? Классная концовка на самом деле Сейчас в общем Один момент я сейчас О! Да, один момент, сейчас я прерывусь И начнём обсуждать игру Где-то около пяти минут Давайте пока посмотрим титры Пять минут перерыва и я вернусь КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видимо, никто не стал разбирать, но есть обзор, да, ну, понятно, что были обзоры, и есть история серии на целых сорок, блин, минут. Есть даже полнометражные фильмы, тут игра фильмы на целый час. Есть секреты пасхалки есть, история Гарритт вернулся. Так, есть на 8 минут. Ооо, у СтопГейма есть история серии. Что-то странное, ладно. Обзор игры опять. Ну, короче, город уже не тот, запоздал обзор. Ничего про сюжет нету. В принципе, можно посмотреть у... Котнис Икс, чувак, печального. У него есть обзор серии. Полный. Я думаю, у него можно будет поглядеть. Ну, значит, на стриме не судьба нам посмотреть. Че там, будет че-нибудь после титров? Давайте ускорим. В общем... Отлично. Что хотелось сказать по этой игре? Я купил... О! Пофигу. 102 этих нашел. Все, что надо было найти, я нашел. Нам предлагают... Че, сейчас продолжить? О, нет, есть, смотрите, лейтгейм. Есть, поздравляем, прошли основные сюжетные линии. Теперь вы можете дальше исследовать горы, а также повторно проходить любые главы и задания клиентов. Отлично. А я переживал, зачем сделал сейв? То есть, можно... А почему? Тут, типа... Я две картины не нашел. Какие-то... Раз, два. Да до хрена чего бы он не находил. Цветы вечности можно понаходить еще. Вот эти брошки, кольца, соседние. Ну, в общем, есть чем заняться. Так, что я хотел сказать. Я игру купил за 120 рублей. Она сейчас находится на распродаже, да? За эту стоимость можно приобрести. В комплекте дают дополнение. Ограбление банка. Также есть там еще какие-то дополнения. Набор дополнительных чего-то. Чего дополнительных? Чего тут дополнительно есть? Дополнительных материалов. Хищник. Это что такое? Набор дополнительных материалов. Хищник. Уровень балансировки лука 3 значительно. Аааа. Короче, тут продают прокачку за 71 рубль помимо, ну, обычного DLC. Еще из DLC на прокачку, я вижу, 4 штуки. Бустер пак есть, продают. И продают какую-то карту, призовую карту отверженной. За 359 рублей. В общем, за свою... Вот, ну, за 120 рублей, в принципе, мне не обидно. То есть я купил, прошел, поугарал, в принципе, нормально, адекватная цена, вообще прям адекватная, игра, конечно, того стоит. Изначально игра стоила 2799 рублей, и если бы я ее купил на релизе, я думаю, есть такие фанаты серии, которые купили на релизе эту игру, они очень сильно, мне кажется, расстроились, при том, что, знаете, игра вышла, это, да, 8 сентября игра вышла 1014 года, а уже 29 октября игра стоила 1749 рублей, а 12 ноября уже стоила 1399 рублей, и, в общем, 24 декабря игра стала стоить 899 рублей. То есть, прикиньте, за сентябрь, октябрь, наверное, за 3 месяца, да, цена игры упала, на сколько это, блин, процентов-то, втрое упала, она стоила 2800, а стала стоить 900 рублей. Ну, что говорит о качестве данного продукта, да, соответственно, я за 700 рублей брал. А тебе понравилась игра, кстати, вроде? Вообще, как тебе? Ты проходил? Я так и не играл. Я думаю, ты не будешь играть. Да? А ты в 7, что ли, брал? Подожди. Я в 7 брал полный пак всех, ну, нет, нет, на PlayStation? Ну, сочувствую, конечно. За 700, да, я вижу, здесь вот тут истории измененной цены, смотрю сейчас. Вот, дополнение ограбления банка стоит 359 рублей. Это того не стоит, на самом деле. Если бы я покупал бы еще это дополнение, я бы вообще бы расстроился, потому что DLC, конечно, ограбление банка вообще никчемное, бессмысленное. Просто одна дополнительная мини-локация без каких-либо новшеств. Ну, ладно, там новшества, это камеры наблюдения, которые, кстати, только там появлялись, почему-то, я не знаю. Вот. То есть по цене, как бы, мы определились. Сейчас купить ее можно, поугарать, пробежаться, я не знаю, может даже кому-то захочется платину выбить. Но не мне. Такое ощущение, что на самом деле, я вот, к сожалению, нету истории, точнее, нету сюжета. Но я, есть история серии, думаю, наверное, там расскажут о том, что, скорее всего, разработку игры замораживали, наверное, переделывали постоянно что-то. И выпустили незаконченный продукт какой-то, такое ощущение, потому что новый финал какой-то оборванный. Это раз. После этой игры умерла серия. Это два. Есть какие-то странные баги, когда главный герой не может залезть, не может спрыгнуть. Хотя ты нажимаешь на кнопку дэша, по идее он должен, как бы, двигаться вперед, да? А он просто застревает и не понимает, чем это происходит. Сюжет вообще не понятно. У меня друг тоже проходил эту игру пару лет назад, и я у него, вот мы с ним встречались пару дней назад, я у него поинтересовался. Он, кстати, наверное, смотрит этот стрим, точнее, будет смотреть запись его. Кривые скрипты, да. Я у него поинтересовался, что там по сюжету? Он говорит, я, говорит, после, ну, когда началась лечебница психиатрическая, я, говорит, я уже нихера не стал понимать, потому что появились виндиги, и вообще какой-то бред пошел. Я такой, понятно, я сейчас тоже, как раз, тот момент, как раз, был тоже на лечебнице. Я говорю, я тоже что-то нихера вообще понять не могу, что за деваха. Это, я, вот, это вроде бы так самая деваха из самого начала, но там нам говорили про какую-то еще деваху, то ли это сестра была Гарета, то ли хрен, то ли и эта девчонка сестра Гарета. Она упала, в нее вселилась прямая. Так, а смотрите, нам сказали, что у нас целый год не было. То есть после происшествия в деваху вселилась эта прималь, и ее забрали в клинику. Да, и проводили там опыты над ней. А мы в это время пока были в ауке, почему у нас кусок примали в глазу, нам же говорили, что у нас кусок примали в глазу находятся какие-то осколки. А почему с этим как-то не обыграли, типа я думал, он будет сейчас доставать в конце у себя глаз, или эти куски будет из глаз доставать. Что случилось с девкой, непонятно. Что, какого хера в этой игре происходит, бля? Уникальная добыча. Мы ни разу не прошли на Фантоме. У меня есть концентрация навыки. Тоже эти навыки, которые вообще бессмысленны. Прокачка полностью бессмысленна. Покупки, это кража, я не понимаю. Ну, смотрите, я предполагаю, что, во-первых, Гаррет как бы вор, да? На это ушло много времени, но я их починил. Пусть хоть что-то будет по-старому. Кого ты починил? Часы? Ну, то есть механизм? Может, что-то здесь. Ну, смотрите, девахи нету здесь, значит, она умерла. Хотя, конечно, можно, наверное, сходить и в ее убежище. Посмотреть, может быть, она там сидит на самом деле. Без понятия. Ну, не хочется это делать и заниматься. О чем я? А, о том, что, как бы, типа, мы же вор, да? Все дела. Он так переживает за счет бедности, которая происходит у него в городе, да? Но при этом он ворует последние поживки у и так бедных людей. Вот эти вот, собирает все, чем можно. Столовое серебро, золото и последнюю монетку вытащит из кармана. То есть и без штанов, господи, оставит любого бродягу, да? Если у него штаны можно продать. Как-то они сходятся немножко вот с его посылом, да? Такого, типа, благородного Робин Гуда, который, вроде как, даже не убивает никого. Хоть мы и заметили, что, как бы, ну, не заметили. Мы же убивали, да? Людей скидывали, допустим, в бездонные сквозь текстурье. В Out of Bounds мы скидывали трупы. Прятали там. Плюс убили того чувака. То, что вначале было, когда Гарри Деваха говорил, типа, что, зачем, типа, ты так и убиваешь его. Ну, он проверил пульс. Когда, помните, в самом начале, если вы помните еще. Он проверял пульс. Такой, ты что делаешь? Зачем ты его? Он же обычный стражник. Он же не виноват, что он, типа, работает на службе. Типа, он хоть как-то должен, там, прокормить свою семью. Хоть какую-то копеечку заработать. Сидела. Она такая, да пофигу, типа, он урод. Ну, и после мы тоже самое занимаемся. И в костер кидали трупы, и стрелами стреляли по стражникам. Всякое херни что-то дали. Как бы, здесь ему было уже пофигу. Если бы в игре убрали бы этот элемент собери все, что видишь, то есть, укради все, что есть вообще, то есть, полностью это клептомания, да, то, мне кажется, и оставили бы непосредственно какие-то, знаешь, ну, вот эти вот трофейчики, которые тут есть. Они, типа, драгоценности, да, какие-то более или менее. И какие-то основные трофеи, то есть, сюжетные. Типа вот того батлианта, который, кстати, мы утащили, и вот я вот даже не вижу, мы его, типа, продали, или что. Его здесь нет. То, наверное, можно было бы сделать намного бы интереснее. Меньше будет это лазание по этим шкафчикам, это открывать, блядь, пустые шкафы, блядь, миллион пустых шкафов. Нахрена вообще в них лазить? Можно было бы сделать интереснее. Бессмысленный этот open world, который немного местами, конечно, переходы, они вообще непонятны, и геометрия левела на скоряк, походу, делали. То есть, где-то в каких-то местах есть интересные, то есть, переходы, то есть, продуманные какие-то места. А есть места, вот они продуманные, как я вот на этом же стриме залазил, где я вылез в окно и вылез из окна в помещение в другое, чтобы пролезть, то есть, в помещение, которое не ввело никуда. Даже не было, и можно было бы назвать переулком, но там была крыша. То есть, это уже не название как переулком. Очень странно, то есть, open world, мне кажется, здесь особо-то и не нужно. Ну, такой год был, 40-й год, как раз, ну, это, эра, когда началась, ну, эра началась этих open world, когда почти все разработчики стали пытаться делать open world, и, видимо, эээ, Square Enix тоже решила на, присесть на open world, сделать Ziv такой. Ну, что ж, эээ, 3 часа у нас, ну, 3 часа наговорили. На сегодня все, эээ, с игрой все. Эээ, что будет дальше? Дальше будет новая игра. Какая-нибудь, я не знаю, норм, спасибки. Рад, что тебе тоже понравилось, эээ, я через, ну, не знаю, может, на следующей неделе попытаюсь еще подрубить и подумаю, в чем мы будем играть. Ааа, есть мысли, надо сообразить, что запустить. Да, все, спасибо за внимание, спасибо вам вроде, что присутствовал, что смотрел эти стримы, сочувствую, что ты купил груз за 700 рублей. И на этом все, и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...